Приветствую вас, отвечая на вопрос, который вы задаете прямо, я бы хотел сказать, что делать вам нужно следующее. Записаться на прием к психологу и поработать с ним хотя бы какое-то время на регулярной основе, чтобы все аспекты, которые вы озвучили, разобрать. Потому что даже сейчас, когда вы обращаетесь к нам на сайте, обращаетесь к нам за помощью, вы не отдаете себе отчета в том, что то, что вы описываете, не является проблемой как таковой. То есть да, это негативно для вас, это неприятно для вас, но это не проблема. Проблема в том, что за этим стоит. Проблема в том, какие конфликты и обстоятельства породили данное отношение к себе и к другим. Например, если у вас сложности в общении с другими людьми и ощущение непонятости и неприятия, то это ваше чувство. То есть у вас ощущение непонятости и неприятия есть по отношению к себе, к самой себе, не к другим. На других людей вы всего лишь проецируете то, что, собственно говоря, ну вот вы испытываете. То есть вы действительно чувствуете непонятость, вы действительно чувствуете неприятие, вы действительно чувствуете какую-то такую зажатость, пустоту и так далее. И самая основная здесь тонкость в том, что вы не принимаете себя. Вы не принимаете полностью себя, поэтому и люди, и люди вокруг вас также не принимают вас. Они не могут принять того, кто не принимает себя. Далее. Почему вы не принимаете себя? Это вопрос отдельный. То есть на непринятие себя влияет ваш опыт, на непринятие себя влияет ваше мировоззрение, ваши установки, взгляды, ваши убеждения. Но, в том числе, на это влияет и семья. Семья. То есть именно семья, именно в семье вы, скорее всего, впервые столкнулись с этим феноменом. Как когда вы, например, не можете, не должны проявлять своих чувств. И вот здесь тонкость вся в том, чтобы отследить, выявить это обстоятельство, выявить эту ситуацию. То есть когда, при каких, при каких условиях, в каких конкретных ситуациях вы, значит, сталкивались с тем, что вас не принимали, вас подавляли и так далее, и так далее. Вот. Это важный момент. Очень важный момент. А дальше, дальше. Следующее. Следующее, что хочется сказать, это по поводу того, что вы не проявляете эмоции. Собственно, здесь вы просто-напросто не привыкли прислушиваться к себе. То есть вы не прислушиваетесь к тому, что вы чувствуете, вы не прислушиваетесь к тому, что вы переживаете, вы не доверяете своим чувствам. И у этого, опять же, у этого, опять же, есть свои причины. Какие причины, это вопрос уже другой. Какие именно причины. Но в вашей жизни было что-то такое, что никак не разрешало вам и не допускало для вас возможности доверять себе, доверять своим переживаниям. Соответственно, необходимо, необходимо. Вот этот вот конфликт, противоречия. Я не говорю сейчас о том, откуда это противоречие взялось. Нас это волнует сейчас по стольку, по скольку. Вот. Нужно, чтобы вы это противоречие сами в себе увидели. Чтобы вы его раскрыли. Что вот да, есть такое противоречие. Что вот да, есть такая сложность. Что вот да, не доверяю я своим чувствам. А почему? Ведь чувства есть, и они ваши. Почему же я не доверяю? Не доверяю что? Значит, есть что-то, что стоит на пути, ну, что препятствует. Что? Есть что-то, что препятствует тому, чтобы вы доверяли своим чувствам. Что? Опыт? Какие-то незавершенные, травмирующие обстоятельства? Может быть, значит, отношения с какими-то людьми? Может быть, может быть, есть что-то еще, о чем мы не знаем. Но этот конфликт, это противоречие нужно обязательно вытащить. Его нужно обязательно раскрыть, потому что это противоречие вам будет мешать. То есть, смотрите, чувства ваши, они есть, они всегда с вами будут. Это часть вас. Потребность в любви, во внимании, в ласке, в тепле, это нормально. И нужно научиться, нужно научиться об этом просить. Для этого необходимо, как бы, поисследовать. А как вы воспринимаете просьбу? А как вы воспринимаете прошение? А что вы для себя в этом видите? Хорошего и плохого, негативного, позитивного? Вот вы говорите, что, значит, я рассчитываю на внимательное отношение к себе. Хорошо, вы рассчитываете на внимательное отношение к себе, я это допускаю. Но у расчета на внимательное отношение к себе должны быть, своего рода, основания. То есть, у вас должны быть основания на то, чтобы рассчитывать, что к вам будут относиться внимательно. Проблема заключается в том, что люди не будут относиться к вам внимательно просто так. Вам нужно зарекомендовать себя так, чтобы люди относились к вам внимательно. Если вы, значит, например, зажаты. Если вы, например, ну, испытываете явные трудности, ну, допустим, всем же общение и так далее, то у людей не будет стимула для того, чтобы относиться к вам с вниманием. Почему? А зачем? Банально. Банально зачем? Зачем относиться к вам с вниманием, если, если вы сами к себе с вниманием не относитесь? Люди будут искать тех, люди будут искать того, с кем им будет комфортнее. Люди будут искать тех, с кем им будет хорошо. Является ли это чем-то ненормальным? Нет. Является ли чем-то естественным? Да. Я уверен, что вы, в общем и целом, делаете так же. И вы понимаете, что, в общем-то, это вполне себе поведение. Поэтому, если вы хотите, чтобы к вам относились с вниманием, то нужно зарекомендовать себя как человека, который достоин того, чтобы к нему относиться с вниманием. Вот. То есть, конечно, можно ожидать, что кто-то будет относиться к вам с вниманием просто так. Но на это рассчитывать я бы не стал, потому что все-таки, ну, ставить свою жизнь в зависимость от нашей случайности, да, это, мне кажется, не то, что достойно взрослого человека. С другой стороны, с другой стороны, вам хочется этого самого внимания, а значит, возникает вопрос, зачем? Если вам хочется внимания, значит, вам оно для чего-то нужно. Значит, без него вы чувствуете себя хуже. А значит, вы нуждаетесь в нем, во внимании. А значит, люди для вас источник этого самого внимания. То есть, благодаря людям вы получаете то, что вам нужно. Это плохой стимул, плохая основа для построения отношений, нуждаемых в людях. Потому что вступать в отношения с людьми вам нужно, не нуждаясь в них, не нуждаясь в людях. Только тогда вы сможете реально на равноправной основе, на равенстве, на партнерстве основывать свои взаимодействия с другими людьми. И именно этим, собственно говоря, объясняется тот факт, что вы ищете мужчин, ну как бы вам нравятся мужчины, которые относятся к вам с определенным негативом, с определенным скептицизмом, да, которые вообще к вам не проявляют какого-либо внимания и так далее. Почему? Именно этот момент объясняется историей взаимоотношений с отцом. Здесь возможны два варианта. Вариант первый кроется в том, что, например, ваш отец был чересчур отстранен от вас, не интересовался вами, не интересовался вашей жизнью и так далее. И в результате такого отношения вы постоянно добивались его внимания, постоянно старались что-то сделать, чтобы он на вас обратил внимание. И ощущение того, что вы достойны внимания, собственно, просто так у вас нет. Возможно, никогда не было. Поэтому и к другим людям, вы, других людей себе, ну, в пару, вы выбираете именно тех, именно тех, кто относится к вам, ну вот так вот, поверхностно, потому что, потому что только с такими людьми вы можете взаимодействовать, только с такими людьми вы умеете общаться, вы умеете добиваться внимания, вы умеете страдать, но вы не умеете быть на равном. Потому что, опять же, вот ситуация именно такая. Вы считаете себя, в глубине души, вы считаете себя недостойной равных отношений. Вот. Значит, здесь, конечно, нужно разбирать именно детско-родительские отношения, методы для этого существуют. Вот. Правда, говорить о них, не зная истории вашего отца, ну, мягко говоря, не серьезно. Из методов могу назвать возрастную регрессию, метод семистульев, штольца, вот, ну и психоаналитическую концепцию свободных ассоциаций, вот. А также, завершение гестальта по, соответственно, гестальт-терапии, то есть, ну, гесталт-психология. То есть, получение более, более полной картины происходящего. То есть, вот, то, что происходит, это из-за того, что вы не имеете полной картины ситуации. Полная картина реальности у вас отсутствует, грубо говоря, ну, грубо говоря. Вот. И именно поэтому вы так вот переживаете, воспринимаете всё на свой счёт. То есть, вам кажется, что дело здесь в вас, вам кажется, что дело здесь именно в вас, что, например, если отец всё-таки не обращал на вас внимания, да, или вы постоянно добивались его любви, там, и так далее, то вы думаете, что всё делает вас, что вы не достойны этого, и так далее, и так далее, и так далее, вот. На самом деле, это, конечно же, не так, и дело всё не в вас, а в вас всё. И вот, тут как бы есть разные методики, как я уже сказал, которые позволяют эту всю ситуацию исправить. Есть и другой вариант, при котором ваш отец напротив, например, баловал вас, ну, или родителей, или отец. Я беру отца, потому что, ну, как правило, отношение с мужчинами девушка строит исключительно на основании того, как она взаимодействовала с отцом. Вот. То есть, опять же, я могу предположить, что у вас отца могло не быть вовсе, но, тем не менее, это не отменяет того факта, что именно так или иначе от него идёт ваше восприятие мужчин, либо как вас научила мама, либо как вы сами увидели, как у вас у самой складывался опыт. Таким образом, если ваш отец был к вам чересчур, например, добр, чересчур лоялен, то вы привыкли всё получать достаточно быстро, достаточно легко, и никаких проблем с этим вы не испытывали. Соответственно, для нас стало неприятной такой новостью тот факт, что, ну, не всё так просто, не всё так легко бывает в жизни, и что в жизни иногда бывают такие истории, когда, ну, люди не обращают внимания на других людей. К сожалению. Вот. То есть, для нас это является чем-то очень непостижимым, чем-то очень неприятным, я так полагаю, и, соответственно, вы не можете это до сих пор принять. Если честно, этот вариант я считаю менее реальным, потому что, если бы это было так, то у вас не было бы проблем с навязчивостью, не было бы проблем с тем, что вы чувствуете, не было бы никаких проблем вообще, ну, с чувствами. Вот. Поскольку данные проблемы есть, то я полагаю всё-таки, что первый вариант, он более такой, подходящий для вас. Вот. Соответственно, доверие людям. Соответственно, доверие людям, о котором вы говорите, здесь ситуация складывается следующим образом. Желание доверять, ведь вы хотите доверять людям всё-таки. Вы этого хотите, вам это нужно, вы в этом нуждаетесь, вот. Но боитесь. Но боитесь. Нуждаетесь, но боитесь. Так вот, подобное восприятие, подобный момент связан немножечко с другим аспектом. Хаким. Данная ситуация связана с тем, что у вас не простроены личные границы. То есть, доверие для вас, это полное растворение в человеке, потребность такая. Потому что ваши личные границы, вероятно, не уважались людьми, вашими близкими, родными. Либо, ну, либо просто значимыми фигурами. Вот. Я, к сожалению, этого не знаю. Вот. И вы не привыкли к тому, что есть четкая дистанция между, например, между вами и другими. И из-за этого свою потребность в взаимодействии с окружающими вы видите в несколько идеализированной форме. То есть, для вас это потребность, ну, своего рода, как к слиянию. То есть, это то, к чему вы стремитесь, к слиянию с другими людьми. Людьми. Правда заключается в том, что... Ну... Правда заключается в том, что... Слияние является деструктивной моделью. Значит, ну, поведение. Вот. И... Это также ведет к... Определенному негативу. Вот. Это... Также ведет к... Тому, что вы находитесь, ну, в неравных условиях. с... ... С... Ну... С... С... Своими партнерами. Вот. Вот. И... И, соответственно, в этом и кроется причина, по которой вы, ну, собственно, не можете вступать в адекватные отношения с людьми. И здесь тоже, конечно, нужно разбираться с тем, как это происходит, с тем, что происходит, и так далее. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что в общих чертах вам понятно, как обстоят дела. Дальше нужно работать. Если у вас остались вопросы ко мне по моему ответу, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.